Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Зинаида Голубева. Я художник-преподаватель онлайн-школы «Русская розпись». На этом уроке мы поговорим, как подготовиться к мастер-классу с сюжетом в стиле палиха для начинающих художников. Я расскажу о материалах и покажу, как нарисовать ажурные листья. Палих – это лаковые миниатюры, это высокий уровень сложности, где требуется высочайшее мастерство, так как в нем сочетаются и живописные сюжеты, и миниатюрность, множество деталей и многослойность. Он очень привлекает внимание начинающих художников, обладает узнаваемыми приемами и сюжетами. Поэтому мы можем прикоснуться к этому искусству в упрощенном виде, используя некоторые сюжеты и приемы доступными красками. Но даже для этого требуется владение графикой тонкой кистью и мазковыми элементами. И, конечно, начинать изучение этой росписи надо с более простых сюжетов и техник. У меня создан большой курс «Знакомство с русской росписью», куда вошло более 30 уроков с небольшими сюжетами по различным техникам росписи. Чтобы новички могли познакомиться, выбрать для себя свое направление и освоить базовые навыки, об этом курсе я расскажу уже на вебинаре. А один из этих уроков как раз – мастер-класс по знакомству с Палихом вас ждет на платном вебинаре. Итак, нам понадобятся такие материалы, как формат листа А5, плотный лист бумаги, который мы с вами подготовим. Это белый лист бумаги, на ней будем рисовать карандашом. И цветная бумага серых оттенков. Если у вас нет цветной бумаги плотной, рисуйте на белом листе бумаги. Рисовать я буду мягким карандашом, для того, чтобы вам было все четко видно. Линеечка обязательно, резиночка – это вспомогатели наши материалы. Но теперь поговорю я о тех кистях, которые нам нужны. Максимальная кисточка для Палиха – это кисточка номер 3. Это может быть и кисточки номер 1, 2, 3, белка, колонок, синтетика. Какие у вас кисточки все маленькие есть, они все вам могут пригодиться. Я использую краски темперные с завода «Санкт-Петербург». Это наилучшие краски для рисования Палихской миниатюры. Краски продаются либо поштучно, либо в наборах маленьких или больших упаковочках. Лучше всего брать основные цвета – это белилы титановые, сажа газовая, кадмий красный светлый, либо темный, желтый кадмий средний и лимонный, изумрудная зелень, ультрамарин. И обязательно берем бордовый цвет – либо хинокридон сиреневый, либо розовый. Но из тюбиков мы не пишем. Мы разбавляем эти краски, выдавливая не больше середины, в баночках или из-под гуаши. Размешиваем при помощи деревянных палочек или старого древка кисточки. Видите? То есть рисуем уже разбавленными красочками. Если у вас темпельных красок нету, тогда можно использовать акриловые краски. Сейчас они есть в широком ассортименте. Старайтесь брать основные цвета, такие как бордовый, зеленый, красивые цвета. Но перед началом рисования обязательно нужно их открывать и размешивать, так как они часто бывают густыми. Вот посмотрите, какая красочка густая. Хели проворачивается. Надо размешивать с водой, либо со специальной жидкостью для акриловых красок, что практически одно и то же. Я использую баночки также для акриловых красок, которые продаются в тюбиках. Можно использовать баночки для бисера, для фотопленки, можно даже для баночки для анализов магазинов фикс-прайс или заказать баночки для рукоделия. Итак, рисую я только разбавленной водой с баночек, не из тюбиков. Вот, вспомогательным мне является также кафельная плитка, на которой я развожу свои красочки. Перекладываю при помощи деревянного палочки сюда все оттенки. И у меня рядом лежит или чуть влажная тряпочка, либо салфеточка влажная, о которой я буду вытирать свои кисточки. Конечно, рисуя на бумаге, можно применять гуашь. Если у вас есть гуашь и она художественная, то тоже неплохо рисуют по бумаге. Но если вы хотите профессионально изучать этот вид росписи и подойти профессионально к курсу, который знакомит нас с русской росписью, лучше всего подготовиться и купить темперные краски. Дальше нам понадобится акриловое золото. Вот акриловое золото продается в различных фирмах. И обязательно, видите, я его тоже развожу водичкой и ставлю туда палочку. Если у вас в таком виде нет акрилового золота, можете воспользоваться контуром по тканям или по шелку. Там тоже золото такое же. Можно его тоже применять. Золото бывает разных оттенков. И вот какой вы видите цвет на баночке, такого цвета будет золото. В палехе есть очень красивые, изящные растения и деревья. Сейчас я вам покажу плакетки с этими изображениями палехской миниатюры, где можно увидеть максимально внимательное отношение к мелким деталям. Каждая форма, листочка, цветочка не оставляется без внимания художника. Всё тщательно прорисовывается, максимально точно, чётко и декоративно. И сейчас я на белом листочке бумаги покажу вам, как мы нарисуем с вами изящный листок по мотивам палехской миниатюры. Нужно взять листок белой плотной бумаги формата А5. На ней я буду показывать вам, как рисуется этот листик при помощи карандаша. Я советую покупать плотную бумагу в папках для черчения госзнак. Литную бумагу я покупаю в виде обложек для переплёта разных фирм. Это может быть переплёт тиснения под кожу, это может быть переплёт тиснением под лён. Можно купить бумагу для пастелей различных оттенков, нарезать до формата листа А5 и учиться рисовать эту удивительную роспись. Итак, сейчас я вам покажу, как максимально точно, эффектно и красиво нарисовать ажурный лист в миниатюре. Я выбрала посредине произвольную линию, поскольку я буду его рисовать крупно, и лист будет у меня большой. Это называется двойное движение, когда волна идёт в одну сторону и в другую. Сначала мы рисуем форму этого листа, потом делим его пополам. Я использую для эскиза мягкий карандаш 10Б. Вы можете для себя рисовать карандашом HB. Далее нам нужно разделить массу листьев на три части. Они могут быть как одинаковыми между собой, так и различными. Итак, в верхней части у меня идёт с загибом красивый носик. Отгибаю в стороны листочки и делаю вот такую форму. Значит, вся длина листика будет разделена на три части. В первой части у нас будет верхний листочек, а в одной трети у нас будет маленький загиб. Можно сделать по два листика внизу, так как у нас здесь уже завершается наш листочек. Каждый листок в Палехской миниатюре рисуется максимально точно. Он настолько изящен, настолько эффектен, что нужно этому приложить внимательное отношение карандашного эскиза. Итак, я здесь сбоку ещё раз вам покажу, как делится форма на три части. Дальше. На три части делится каждая из форм. Носик выходит наружу, а вот маленький носик остаётся и дотрагивается до этой линии, либо выходит дальше. Так. Вот так. Это несложный плоскостной лист, потому что дальше можно увеличивать по степени сложности. И давайте мы нарисуем его на цветном листочке бумаги. Так как мы на вебинаре будем рисовать на сереньком листочке, мы его сейчас так и нарисуем. Я приготовила лист формата А5. Здесь мы нарисуем розетку. И для этих целей сейчас я максимально приближу камеру, чтобы вам была видна эта розетка. Мы делаем по центру небольшой холмик и начинаем рисовать розетку, состоящую из нашего листочка, в уменьшенном размере. Полюбуйтесь, как важно иметь одинаковый нажим на карандаш и чётко всё обрисовывать. Делаем деление и вырисовываем наши зубчики. Следующую форму листа мы берём, как будто бы этот листик сложился. Он также делится на три части и повторяется вот таким способом. По центру в розетке мы пустим ещё один маленький листочек для завершения композиционной связки. Эти листочки мы нарисуем с вами в краске. Для этих целей я использую темперную краску завода Санкт-Петербург Мастер-класс. И, конечно, закупаю разные оттенки, так как эта краска максимально профессиональная и идеально ложится как на бумагу, так и на шкатулку из папье-маше, по стеклу, по металлу. Поэтому я рекомендую именно такие краски. Но я их выдавливаю по баночкам из-под гуаши. Таким образом и размешиваю деревянной палочкой до состояния жидкой сметаны. Именно такие краски максимально подходят для рисования. Конечно, не обойтись без золотой краски. Я её тоже развожу водой или специальной жидкостью для акриловых красок, до вот такой жидкой суспензии. Золотые краски я использую акриловые. Сейчас продаются хорошие гуашевые краски, но помните, что гуашь золотая только по бумаге. Итак, кисточки у нас будут номер 1, 2, 3. Я использую кисточку номер 2 и номер 3. Это мои рабочие кисти. Больше всего я люблю рисовать белкой, но также можно брать колонок, синтетику и рисовать теми кистями, которые на данный момент у вас есть. Нам понадобится темно-золотая краска, светло-золотая, фиолетовая краска и золотая. Для того, чтобы нам нарисовать этот листик. Краски я выкладываю на кафельную плитку. Вы можете использовать тарелочку фарфоровую, стекло, но только не бумагу и пластик. Светло-зеленая красочка у меня составная, зубрудная, кадми, лимонная. Фиолетовая красочка или синяя, она у нас пойдет для объема. И золотая краска для нашего листика в обрамлении. Итак, сейчас я раскрашу зеленым цветом нашу розеточку. Можно брать только тоненькую кисточку. Сначала мы обводим и закрашиваем нашу конструкцию. Конечно, если у вас нету таких профессиональных красок, то я советую использовать для рисования гуашь художественную. Но надо помнить, что эти краски, они не всегда дадут тот эффект, который вам хочется. Поэтому для знакомства с палецкой росписью мы берем те краски, которые у нас есть. Их можно комбинировать, но не смешивать между собой. Например, если у вас есть акриловые краски, вы можете после высыхания темперной краски или гуаши рисовать акриловой красочкой. Краски, если у вас в баночках, нужно все крышечки открыть и при помощи деревянного древка размешать их до состояния жидкой сметаны. Теперь я буду рисовать тень на зеленых листочках. Для этих целей я взяла кисточку номер 3 или 4, вы можете взять. Размешиваю зеленый цвет и бочком набираю фиолетовый цвет. Выделяю те места темным, которые я хочу, чтобы они ушли в тень. А вот теперь я беру зеленую красочку, беру светло-зеленую красочку и рисую свет светло-зеленой краской. В тех местах, где у меня остались свободные листочки. Этой технике владению двойным мазком нужно учиться отдельно. Но даже сейчас можно подобрать это как эффектную такую вот методику, с которой вы знакомитесь на моем уроке. Далее беру тоненькую кисточку беличью номер 2 и золотую красочку, потому что здесь нужно где-то оттенить или подчеркнуть золотой носик. Сделать можно ни единой, ни одной линией, а зубчиками максимально красиво, тонко и изящно выписываем этот элемент. Можно даже по нему пустить золотую линию. Это подчеркнет богатство растительной формы. очень важно подготовить не только одинаковые консистенции краски, но также такие вспомогательные вещи и материалы, как влажная хлопчатобумажная тряпочка, либо салфетка, хорошая кафельная плитка, либо плоское блюдце и тарелочка, две баночки с водой, так как я рисую двумя различными красками, такими как акрил и темпера, и поэтому, чтобы они не смешались, я использую две баночки с водой. А вот как нарисовать пригорок для нашей розетки? Как нарисовать наш цветочек? После изучения такого фрагмента, приглашаю продолжить знакомство с Палихом на следующем уроке, где мы с вами создадим вот такой эффектный сюжет со сказочным цветком на черном фоне. Полюбуйтесь, друзья. Смотрите, как красиво смотрится этот сюжет, а вы прикоснулись к созданию цветочной розетки. Тренируйтесь и приглашаю вас попробовать нарисовать сказочный цветок по мотивам лаковой миниатюры Палиха. С вами была Зинаида Голубева. Зинаида Голубева.